Абаканский зоопарк вновь принимает посетителей. За время карантина здесь многое изменилось и работы еще продолжаются. Наши корреспонденты побывали в Центре живой природы и узнали, чем он живет сегодня. Центр живой природы встречает посетителей обновленным. Перемены заметны буквально у входа. Ворота, кассы совсем не такие, какими их привыкли видеть гости. После карантина Абаканский зоопарк открылся месяц назад. Но поток посетителей с каждым днем только растет. Мы же в живой природе каждый день не видим этого. Поэтому все интересно, вы видите реакцию. Восторги. Все прекрасно. Соскучились по гостям и обитатели зоопарка. Проказливый Яшево Абакан приехал в начале нулевых. Первые годы тащил у зазевавшихся посетителей все, что попадется. Но в последнее время остепенился. Любит глаз. Неподалеку от Яши расположились хозяева тайги. В Абаканском зоопарке опровергают утверждение, что медведи не могут жить парами. Отношения у Андрея и Бусинки понемногу налаживаются. И чувствуют они себя довольно комфортно. А вот пантеры и пумы в ожидании переезда живут на чемоданах. Для них сейчас обустраивают новые комфортные вольеры. Разыграться здесь есть где. Площадь каждого почти 400 квадратных метров. Здесь будут обитать у нас пара пантер и пара пум. То есть два просторных вольера с теплыми домиками просторными. То есть будут созданы все условия. Артем в зоопарке постоянный посетитель. Ждет, не дождется, когда здесь появятся гепарды. Гепарды – самые быстрые животные на планете. Они бегают 120 километров в час. Но это детские мечты. В Абаканском зоопарке гепардам будет явно тесновато. А вот местная гордость. Экзотические белоплечья и орланы освоились довольно неплохо. Кстати, этим летом подход к пернатым стал более комфортным. Сделаны такие замечательные дорожки, потому что это очень хорошо для маленьких детей, которые родители приходят с колясками. Это хорошо для инвалидов, которые тоже нас посещают, потому что без проблем они сейчас могут подъехать к нашему любимому, например, к нашему страусу. Страус Николя сегодня спокоен. Из-за коронавируса посетители не смогли увидеть, как весной он от души радовался приходу теплых дней. Восторг детей вызывают и более мелкие обитатели. Вот, например, сурикаты. Забавные хитрецы привычно позируют в ожидании вкусного подарка. Еще одна любимица публики – енот Соня. Она знает себе цену и всегда добивается своего. Этой осенью Центр живой природы обещает стать более комфортным для посетителей. В ближайшее время здесь обустроят беседки. А еще в зоопарке ожидается пополнение. Какое? Сотрудники пока держат в секрете. Петр Пермяков, Сергей Казмин. Вести Хакасия. Петр Пермяков, Сергей Казмин.